У нас Ирина Олешчик-Третьякова. Знаю, что вы инструктором с вокальной йогой. Расскажите, пожалуйста, очень интересная вокальная йога. Что же это такое? Всем привет, здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о моей авторской методике, так как вокальная йога для всех разная. Ого, сразу слышу физический голос человека, который видно над ним работает. Да, спасибо. На самом деле, для меня вокальная йога – это работа с телом и с голосом. То есть это конкретная работа с мышцами. Для кого-то вокальная йога – это петь мантры, например, медитировать. У меня вокальная йога очень конкретная, как лечебная физкультура. То есть это работа с мышцами, это работа с зажимами, для того, чтобы, в принципе, оздоровиться. То есть главная цель вокальной йоги – привести свое тело и свой голос в полный порядок. А голос при этом остается красивейшим, потому что, если вы скажете, что это просто механизм и работа над м'язами, а как тут краса звуку? А это уже побочный эффект. Ага, вот так. Конечно. Если мы работаем со своим телом и правильно используем опору своего голоса, правильно дышим, насыщаем кислородом все клеточки, мышцы у нас расслаблены. Они находятся не в гипотонусе и не в гипертонусе. То есть они не зажаты, но и, тем не менее, не расслаблены. То есть естественный тонус мышц. Тогда у нас все тело, все мышцы работают правильно, так как у детей маленьких. Они работают правильно, они работают, дыхательная система работает правильно, они дышат диафрагмой. Вот если у кого-то есть маленькие дети дома, вы можете понаблюдать, как они дышат. Они дышат правильно. В силу экологии, стрессов и всего остального, взрослый человек, он уже, к сожалению, дыхание поднимается, он уже неправильно использует свои мышцы. Они начинают зажиматься, либо наоборот приходят в гипотонус, здесь такое вялое состояние. И, конечно же, красота голоса, его объем, это побочный эффект от занятий, но это не является целью. Целью является как раз освобождение голоса и полное комфортное состояние голоса, своего тела, своего здоровья. Когда ты понимаешь, что то, что я хочу сказать, то, что у меня внутри, 100% физический голос выражает. А Нерина, а спевать в принципе корыстно? Конечно. А еще кто-то не умеет спевать? И приходит до вас, и начинает там что-то буркотить, и потом выходит, что голос, ну, дуже не сприймается. Ну, я так, про себя, на моих детей. Я поняла вопрос. Вообще вокальная йога, она, это не вокал, это немножко другое. В принципе, здесь вся концентрация внимания на звуке, на звуковедении. Так как, например, обычные вокальные занятия, то есть там постановка голоса, работа с микрофоном, конечно же, это работа с голосом относительно чего-то, относительно фонограммы, относительно музыки. Мы не попадаем в ноты относительно чего-то, но это очень относительное понятие. Вокальная йога, она не подразумевает, там, попадать в ноту, не попадать в ноту, это совершенно не важно. И опять-таки, есть понятие музыкального слуха, есть понятие вокального слуха. Музыкальный слух есть у 98% людей. И скорее всего, что у вас он есть тоже. Я очень хочу, чтобы я не попадаю в эти две волосы. А вокальный? Да, вокальный слух это работа с мышцами. Если мышцы расслаблены и находятся в естественном тонусе, вы будете всегда попадать внутрь. Опять-таки это побочный эффект вокальной йоги. Буквально за несколько занятий все начинают внутрь попадать. Ярина, скажите, пожалуйста, я знаю, что наш Олексей, он спевает. Он раньше занимался вокалом профессийно. И каждый ранок мы имеем возможность спостерегать, как он перед эфиром пытается Соломином своим голосом, а он заводит нас всех в такой стан пробуджения. И вот скажите, пожалуйста, если он будет заниматься, или человек, которая профессионально до того занималась вокалом, или будет меняться его голос каким-то образом? Будет меняться, он будет открываться. Вот каким образом он будет открываться? Приходить в свое естественное звучание. То есть эмбральная окраска, какая у нас есть от рождения, она будет открываться, она будет усиливаться. Абертоны есть такое понятие. Вот то, что чем отличается наш голос от голосов других. Это все будет открываться. Допустим, постановка голоса, она может менять звучание. Вокальная йога, она открывает то, что есть от природы. Поэтому голос звучит так, как он звучит от рождения, не так, как звучит у кого-то. И этот голос не будет похож ни на одного человека. То есть голос не повторит. Про деякие мистичные моменты я хотел бы вас запитать. Часом кажут, что звук, он мает физические властивости, которые впливают на довкілля. Что, припустим, звучание дзвону, даже звичайного дзвончика, або церковного дзвону, оно просто как-то очищает поветря, организовывает энергию, або там трога-ча не вбивает бактерии. Ну, зрозумяло, что это уже какая-то мистика, и в таке, возможно, аж сильно вірить не важно. Но, тем не менее, дехто вважает, что прием горлового спива, характерного для Далекого Схода, и характерного для Украины так же, народный прием горлового спива, он практически цилюет тело. Что это очень правильный в таком физическом подходе, в биологическом подходе, очень правильный прием самотерапии. Чи это так? Это так. Я хочу сказать, что здесь нет мистики, на самом деле. И, допустим, звук колоколов, либо тибетской чаши, я тоже использую ее на своих занятиях, он действительно гармонизирует пространство. Но каким образом? Есть какая-то вибрация звуковая, которую мы можем тоже чувствовать. Например, если чашу поставить на тело, вы будете чувствовать ее вибрацию. Если вы поете, вы можете поставить руку на грудь, например, или на лоб, или на коленки. Иногда можно почувствовать, как вибрирует, резонирует все тело. И вот по поводу разных звуков, могу сказать, что свой собственный голос, он является наиболее целительным для человека. Даже больше, чем колокола, чем тибетские чаши. Кажите, скажите, мое имя, его звук мне приемный. Да, это именно так и есть. И действительно, горловое пение, оно работает и со слизистой, и с мышцами гортани, и быстрее обмен веществ ускоряется у человека. Тоже приходит в норму, в принципе, все состояние гортани, дыхательной системы. Поэтому вот это не мистика, оно действительно оздоравливает. Ирина, скажите, пожалуйста, есть какие-то обмежения, певные, какой-то категории людей, которым бы вы не рады этим заниматься? Абсолютно нет. Абсолютно нет. Только, возможно, детям совсем маленьким, которым это просто еще не нужно. Просто самое слово «юга» меня уже лякает, потому что знаем, что нужно скрутиться в три черты, и, понимаете, и потом, вот как у вас проходят занятия? Вы седаете у позу лотоса, там, мабуть, маете якусь? Нет, не седаете. Ну, смотрите, что такое йога? А то я хотела еще йогу займутся. Это не шпагат. Есть йога, как физкультура. Вот мы там садимся, растягиваемся, худеем. Ну, смотря какая цель. Так, что заниматься йогой не худнуть? От вокальной йоги не худнуть? Худнуть, худнуть. И прежде всего, потому что мы дышим правильно. И опять-таки, когда человек дышит, наполняет все клетки кислородом, начинает ускоряться обмен веществ. Вот поэтому, еще поэтому мы худеем. Ну и плюс, конечно, мы работаем с телом, это физическое упражнение, поэтому это опять-таки побочный эффект от упражнений. Йога – это комплексный подход к чему-то. Вокальная йога – это комплексный подход к оздоровлению через голос. Вот и все. Это не имеется в виду, что там… Зрозуміло, обмежений нема, ніяких абсолютно. А навпаки, кого вы в первую очередь кому бы рекомендували зайняться саме ось цей йогой? Ну вот, когда человек чувствует, что, допустим, он говорит и не может высказать то, что он хочет сказать на самом деле. То есть вот внутренний и внешний голос, они отличаются друг от друга. То есть вот человек слышит себя так, внутри вот так, а на самом деле с колонок там, или когда он слушает себя в записи, вообще по-другому. Говорят иначе, ниже я сам, так? Да, да. Ну и, конечно же, я не встречала человека, который бы не испытывал зажим своего голоса. Я думаю, что у вас тоже есть эта проблема. И сейчас вы тоже используете горловые мышцы больше, чем, в принципе, стоит это делать. Записываемся. Треба записываться. А что же делать? А как часто нужно ходить? Но до того, пока мы будем записывать, я хочу начать еще некоторые речи. Кажут, что, например, из литвей, каких-то, из ежи, звичайно, и нам, найкориснейшее те, что из наших широт походить, те, с чем мы контактуемо, от народжения. Де народилась эта технология и методика? Звідки пришла до нас? Насколько природно близка вона нам, вот тут в Украине, над Дніпром? Вы знаете, когда я называла свою методику йогой, я 300 раз думала и искала какое-то другое название. На самом деле, там ни с Индией, ни с какими-то другими странами это не связано. Опять-таки, повторюсь, что йога – это для меня комплексный подход. Приходили люди, я понимала, что их проблемы и то, с чем они ко мне приходят, с чем обращаются, обычные занятия вокалом не удовлетворяют их потребности. И так родился, в принципе, спрос. То есть я поняла, что нужно работать с телом, что если человек просто стоит и поет, его тело зажато, нужно что-то больше, чем просто, допустим, распевки петь или делать дыхательные упражнения. И поэтому я призываю всех преподавателей вокала думать, делать больше, что-то находить новенькое, открывать, потому что все то, что было, это уже устаревшее, не совсем подходит для современного мира. Ну, это гимнастика. А как бы ты с подоланием стрессу и такой, естественной, швидкой допомоги в нашему неспокойному житті? Некоторые говорят, что вы кричитеся або выговоритеся – это помогает. Правда? Да, мы даже кричим на наших занятиях, и это можно правильно делать. Действительно, правильно, качественно прокричавшись, допустим, в лесу, можно вообще настолько расслабиться, что не то, что просто расслабление приходит, а человек просто вообще идет и думает, а что же я думаю? То есть вообще мысли уходят лишние. Расслабление на нескольких уровнях происходит. Поэтому кричать нужно, и для того, чтобы не допускать это на бытовом уровне, кричать на домашних, злость свою, на окружающих тоже не транслировать, нужно заниматься с голосом, потому что он, в принципе, решает все эти задачи. Уходит злость, уходит агрессия, человек становится спокойным, умиротворенным и находится в естественном тонусе, как и его мышцы. Ну и если повернуться до того, про что запитывала Оксана, а сколько же нужно заниматься, и как нужно заниматься, чтобы достигнуть этого эффекта? Вообще, на самом деле, иногда одного занятия достаточно, чтобы понять, что нужно делать дома, и делать это дома. Иногда приходите, я могу что-то поправлять, как-то там, я просто смотрю, как тело... Ну а как же начинать? Треба какие-то распивки? Та-та-та-та-та-там, покажите что-нибудь нам, чтобы мы понимали. Ну, то, что я могу показать, как видно, вот так вот. Например, есть такая проблема у многих, особенно у мужчин, когда мы, допустим, едем в метро, кто-то на ногу наступил, мы злимся, зажимаем челюсть. Корсет мышечный, он соединяется со связками. Если мы зажимаем здесь, допустим, хотим кого-то укусить, потому что действительно мы еще не эволюционировали до той степени, что да, мне хотелось кого-то укусить. Что нужно делать? Либо кусать, то есть реализовывать этот зажим мышечный, либо его прорабатывать, что я советую делать. Открываем челюсть и нажимаем на ямки, которая появляется, когда челюсть открыта. Чекайте, Ирина, едемо мы в метро, хочу кого-то вкусить, или ударить, и я маю открыть рот, и нажать тут? Не, не сразу, можно приехать домой, и потом. Главное, это просто скинуть из себя, правильно? Оскільки мы накопичем с каждым разом, с каждым разом выходит, что потом это происходит, какими-то чинами наше здоровье, правильно? И что же бывает далее? Ну, знай, шо, и мы ямки. И когда мы расслабляем, вот здесь мышцы, расслабляются мышцы гортани. Да, и когда вы начинаете, допустим, вы можете попеть, или просто, а-а-а, сказать, поработать с этими точками, и после этого протянуть звук, вы почувствуете разницу колоссальную. Во-первых, звук становится объемным, и организм начинает по-другому дышать даже. То есть дыхание уже перестраивается только вот с такого самомассажа. И таких упражнений есть, ну, очень-очень много. А сколько у вас? Десятки, сотни таких вправду? Сотни, на самом деле. И, конечно, под разные группы я использую разные упражнения. Кому-то подходит одно, кому-то другое. И, например, что вы можете сделать сейчас, вот специально для зрителей, вот есть такое понятие «выдох через звук». Вот не зря, когда там мы выходим иногда с подъезда, сидят бабушки на лавочке, и «Ой, какая у меня жизнь!» «Ой, там здоровье что-то подкачивает!» И таким образом они уже подсознательно, их тело прорабатывает этот зажим, прорабатывает эту болезнь. И когда мы… Я думаю, они это только для того, а вы позлите тех, кто проходит полз. Нет, вот организм, он сам ищет выхода вот этих зажимов, скопившись там агрессией, злости, ну, и, в принципе, болезней. И иногда просто, ну, простонать, то есть выдохнуть через звук, помогает уже настроить свой голос, настроить звучание своего голоса, изменить его и привести в порядок, в принципе, через свой голос, свое здоровье. Мы попробуем обовязково, переверим и вам про это расскажем. Дякуємо за то, что до нас пришли и поагитовали. Ось так поэкспериментовать и своей майстерностью вокальною, и своим телом, и, возможно, досягти каких-то хороших результатов. Ирина Лещик-Третьякова нам рассказала про вокальную йогу сегодня на канале 112 Украина. Спасибо вам. Всего накрашого.